привет дорогие друзья и добро пожаловать на диаваде для творчества и сегодня у меня для вас снова мастер-класс по вязанию сумки а именно эта сумка из пряжи wool and the gang она связана из нее я сейчас вам покажу конечно все поточнее но прежде я покажу вам в принципе как выглядит эта сумка она очень просто вяжется воздушными петлями вот здесь вот у меня такая ручка сделана связана столбиками без накида также здесь вот край также обвязан укреплен столбиками без накида таким образом вяжется очень просто и как это все делается я сейчас вам покажу итак дорогие друзья начну с нашей пряжи вот он такой клубочек у меня один это пряжа wool and the gang серия mixtape и с она сделана из переработанных футболок 80 процентов кота то есть хлопок 20 процентов полиэстер в ней 200 грамм в одном клубочки но здесь никаких нет указаний о том на каком размере крючка и и и лучше связывать я в принципе возьму свой шестой крючок цвет пинч пинк то есть персиковый и сейчас я вытащу нить из середины своего клубочка вот так вот и начну связание цепочки из воздушных петель я буду вязать свою сумочку снизу вверх что сделаю цепочку из воздушных петель которые и образует дно сумки такого тоненькое дно и далее из этой цепочки воздушных петель будут вывязываться две боковые стороны сумки одновременно вы конечно же можете сами выбирать длину и размер этой сумки это главное чтобы число петель делилось на 2 на 3 я начну с 21 воздушные петли и так 1 2 3 4 5 6 7 8 20 21 и так я делаю сумку вот такой вот ширины конечно же при вывязывании она будет казаться немного шире и так я кладу свой палец вот сюда вот это первая моя петля то есть на первую петлю и вот эти вот две петельки будут образуют нашу первую петлю в этой сетке сумки и я провязываю сейчас 5 воздушных петель 3 4 5 наверх и вставляю петлю в нашу первые две петли вязки пропускаю вставляю в третью петлю и провязываю соединительный столбик таким образом у нас получилось вот такая вот петля ли клеточкой этой сетки и далее я вижу точно также цепочка из воздушных петель 1 2 3 4 5 так 4 4 получилось надо чуть 5 так 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 2 пропускаю и в третью вожу крючок и провязываю соединительный столбик 1 2 3 4 5 внизу 2 основа пропускаю в третью ввожу крючок 3 4 5 снова 2 пропускаю ввожу и соединительный столбик и так таким образом я вяжу до конца и здесь я нашла до конца вот у меня есть последние последние воздушные петли в этом ряду соединительный столбик я права провязываю вот вы в принципе видите весят вправе провязанный ряд в начале цепочка из воздушных петель потом вот эти возникают в эти маленькие петельки это это сеточка и теперь мы добрались до противоположной стороны этой этих воздушных петель этого первого ряда я все поворачиваю и также провязываю 5 воздушных петель 3 4 5 снова вожу крючок вот здесь вот в эту цепочку это воздушная петля она уже такая немного растянутая просто вожу туда крючок и провязываю в ней второй столбик 2 соединительный столбик и таким образом получился следующий изгиб и в принципе также мы вяжем до конца ряда цепочка из воздушных петель вот сейчас вводим в ту же самую петлю предыдущего ряда и соединительный столбик и так я добралась до конца ряда и теперь я вот эти две петельки пропускаю это вот здесь вот наша первая петля и ввожу туда крючок ввожу туда крючок и закрепляю цепочка из воздушных петель вот она свою последнюю пятерку 45 ввожу сюда и провязываю соединительный столбик и таким образом вот она моя начальная цепочка из воздушных петель из обоих сторон у нее образуются боковые стороны то есть обе стороны нашей сумки очень очень просто вяжется просто наверх параллельно и далее снова провязывать цепочку 3 1 2 3 4 5 ввожу крючок вот здесь вокруг этой петельки этой сеточки и закрепляю воздушные цепочки воздушные петель просто соединительным столбиком снова провязываю 5 4 5 и закрепляю эту цепочку воздушным взглядели им столбиком каждый раз я прикрепляю один изгиб или одну петельку к другой вот этим соединительным столбиком и получается соединитель столбик всегда режет в середине петельки середине изгиба предыдущего ряда и точно так же я вижу до конца ряда итак я сейчас добралась до конца ряда и просто буду вязать теперь это все по кругу точно также через вершинки этих сеточек и так вы видите я провязала пару рядочков вперед пару кругов вперед и в принципе теперь мое вязание моя сумочка приобрела форму в принципе вязание идет параллельно по обоим боковым сторонам наверх очень очень просто вяжется вот они и этими цепочками из воздушных петель и в принципе точно так же я и буду продолжать вязать до того момента пока не достигну нужны мне высоты и так между делом я довязала сумку до нужной мне высоты и сейчас я буду завершать свое вязание вы видите я сейчас нахожусь вот на этой вот стороне сумки в начале ряда и начну я с того что цепочки из воздушных петель наверху я буду обвязывать столбиками без накида вокруг первой петельки я провязал два столбика следующие четыре столбика вокруг следующей петельки снова 4 и таким образом я обвязываю всю сумку по кругу и так благодаря этой обвязке у нас получился очень плотный хороший край у нашей сумки и далее я буду вывязывать свои ручки для этого мне нужно нужно набрать довольно длинную цепочку из воздушных петель мне кажется это будет от 40 до 50 воздушных петель уже 4 5 6 7 8 27 28 вы видите что я провязала примерно половину длины моей ручки пожалуй я наберу 60 воздушных петель и просто провяжу дальше и так вы видите здесь вот моя цепочка из воздушных петель я сейчас я положу к отверстию сумки на вас чтобы вам было получше видно и далее на обратной стороне сумки я закреплю нашу ручку одним соединительным столбиком и так я закрепила и в принципе я не точно посчитала длину это ручки в можно здесь делать абсолютно как вам нравится у меня примерно получилось от 50 до 60 петель и это примерно два раза больше чем планировалось и далее я здесь провязываю следующую петлю также один соединительный столбик и далее я обвязываю эту цепочку воздушных петель то есть нашу ручку для этого я кладу свою нить вот так вот на другую сторону перекладываем и далее провязываю цепочку воздушных петель вокруг столбиком без накида вы видите я не ввожу крючок в эту цепочку просто обвязываю ее по кругу и в принципе также я делаю до конца этой цепочки и так я пришла в конец ряда вы видите здесь эту бретельку и сейчас я закреплю это все вот здесь еще раз то есть делаю еще один соединительный столбик вытягиваю нить в принципе у меня осталось не так много пряжи вот он принципе остаток который есть например можно из него сделать потом какой-нибудь браслетик или что-то в этом роде так я обрезаю свою нить вытягивая ее и крепко затягиваю в принципе эту нить я потом буду заправлять и теперь моя маленькая сумочка не сказать конечно что она маленькая довольно большая и так моя сумочка сейчас готова в видите что она очень очень плотная я раньше дело тоже похожие сумочки из хлопка или они очень похожи были на эту но они были намного более гибкие намного более легкие чем это это держит форму что мне кажется очень очень хорошо и также вот они бретельки или ручки мне кажется них тоже отличная ширина и вяжутся очень быстро и просто отличная подходящая сюда пряжа как мне кажется я очень надеюсь что вам понравилось мое видео вы получили удовольствие если это так обязательно ставьте палец вверх подписывайтесь на мой канал для этого жмите кнопку подписаться внизу активируйте также маленький колокольчик под видео чтобы не пропустить мои новые выпуски как вам в целом мои мастер-классы пишите свои вопросы в комментариях свое мнение и тогда мы обязательно с вами увидимся снова на диавай идея для творчества пока пока